Подпишись на мою телегу, ссылка в описании, и на этом всё. Ладно, не всё. Ведь дело я и размышлял, как Сократ, подумая о том, почему я в это, блять, вообще играю, умирая стабильно по КД раз в минуту. А потом решил сесть и рассказать об этом видео, которое посмотрят две с половиной бедолаги, страдающие в этом дерьме, так же, как и я, и смотрящие не только аниме-контент на моём канале. Одни кричат, как тут всё сложно, другие кричат, как тут легко, кто-то обзывает это с каременом на максималках, и это не про графику ещё было сказано. Меньше чем за месяц игра продаётся в 12 лямов копий, а дебил на Акире в это время сидит и играет в Кингдэм Кам, охотясь на зайцев и горит просто в края ебанутой механики боя. В один момент, когда меня просто с боков бьют, а у меня таргет висит на чуваке передо мной, и меня из-за этого убивают, я просто беру и сошу нахуй это дерьмо, иду на поводу опящей публики про Элдер Клинж. И, конечно, с ноги врываюсь в всю эту тусу, с полной уверенностью, что без особых проблем пройду сей творение. Нет, не без проблем. Ведь Миядзаки гений, и сложности для игрока начинаются с самого начала, ведь пока одни не могут убить всадника на коне, другие не могут победить хуйбеса с именем античит. Пока одни пытаются час убить Годрика и не понимают, какой сет тут подойдёт больше, другие два часа не понимают, какой фиг скачать, чтобы эта шайтан-машина, сука, заработала. И, просидев часа три, пролазив на плейграундах и рейдзитах, я наконец попал в этот прекрасный мир. Как истинный кунец, я создал себе тян, и вспомнив, что видел у некоторых стримеров, что тут много ползунков, закатал рукава, и... Подкрутил тут, там, здесь, тут вот так, здесь вот это, там тут, цвет кожи, волос, правильный тут, корректируем вот здесь. Иииии... Леди и джентльтянки! Представляю вам свой шедевр. Вот так выглядит моя тян в Blade & Soul. Вот так выглядела моя тян в Code Way. Вот эту тян я нарисовал сам, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-у-а-а-а-а. А так выглядит мое уебище тут. Потому что второй босс этой игры это редактор персонажа, который предлагает тебе собрать тянку из пресетов кунца. Ну а дальше я конечно же понатыкался на спойлеры и не пошел драться с конем, а просто гриндить. Первые часы игры это просто сука исекай. Ты реально кидаешься в фэнтезийный мир и... О! РЫЦАРЬ! А... А... Ок. Так, теперь я знаю, что они враждебные. О, тут есть стелс. Так, прокачка. Пещеры с волками, которые дают приличное количество руны и быстро умирают. Абузи. Статы, мечи, тянки. И это соус лайк? Там. Да, блядь! Это соус лайк. И вся игра похожа на рпг карту в третьем варкрафте, когда есть области на которых ты гриндишь, и идешь на другие области. И в каких то областях ты можешь так же гриндить и получать больше, а в каких то тебя шотнут и общаться. И все твои руны останутся лежать там. Но ты можешь жить с nine bullets. конечно же их вернуть себе ведь ты цыган мне очень понравилось описание чувака с телеги не забудьте подписаться симулятор чингисхана нет сука серьезно симулятор чингисхана потому что многих противников ты бьешь на коне с боссами многими ты зряешься на коне мир ты спидратишь на коне на высокие места ты сбираешься на коне и вообще большую часть игры ты проводишь на коне потому что сидя на нем тебе не надо постоянно уклоняться ведь ты носишься как ненормальный противники не то что попасть по тебе они тебя не могут элементарно догнать а когда все-таки проходит удар то он проходит по коню и практически не дамажит конкретно тебя то есть это еще и нормальная такая броня когда тебя убивают и ты теряешь руны ты прискакиваешь на коне снимаешь художественный фильм на букву сам знаешь какую и как бы так ты тут и живешь но если честно игра цеплять не только этим ведь условно я не играл ни в один дарк соулс ну играл победу от пятнадцати если все это к черту и вот тут меня кидает неизведанный мир где должен стать сильным а как решать мне меня никуда не гонят по метками заданиями я сам волен делать все что хочу даже нпс штиков убивать где никто не запрещает и концовки тут разные и при этом я нахожусь в мире где все враги где ты постоянно находишься в сражениях а когда обнаруживаешь человека который с тобой не файтит это сука странным образом вызывает эмоции да игра открывает каждый раз перед тобой новые возможности и знаете знаете почему 12 миллионов копий потому что игра это холст игрок в этой игре творец и ты реально делаешь вообще чего хочешь но сложности тут конечно тяночка мы за вермочей не зайдет не надо можете даже не пытаться вот ну серьезно а теперь спустя некоторое время я все-таки готов победить очередного босса под названием внешность персонажа и ебучий соус лайк редактор и зайдя в здание совета 5кг подхожу к зеркалу который сиди pr недавно бафнули и душа шо сука я готов биться до конца это сюда тут так здесь это тут это и шо шо личное вайфу готово теперь осталось играть симулятор гайдов где ты ищешь что одно то другое тут даже интерактивная карта есть как геншине сверяясь с которой можно бегать то туда то сюда и вычать все к чертям и гринд осмысленный и беспощадный находишь одно лакомое место затем другое лакомое место и вот тут начинается очень интересный гейплей и да получается надо камни искать на заточку оружия чтобы урон нормально скилился от прокачки элементы майнкрафта где ты сидишь и шерстишь википедию чтобы понимать как вообще работает игра окей понял и вообще знаете да я согласен я сидел реально долго думал над этим вышел на балкон закурил заплакал это skyrim реально потому что вы только посмотрите на это у меня футажей стили передачи в мире драконов с десяток гигов потому что тут ими насрали просто на полкарты а как это выглядит ну вот как то так стоп а вот теперь канонично а дальше мы гриндим собираем шмотки сидим на вики и смотрим с этой брони крутые пушки на карте чекаем где заточить это оружие и огромный мир лутинга и знаете кто-то там орал что зомба экшен на 500 часов с вышками из нас оси крита не вот он геймплей тут реально можно сидеть 500 часов и даже не зачать аванпосты ваааа а не аванпосты тут есть но учитывая что все мобы резаются зачать их как бы не всегда имеет смысла ты можешь быть магом можешь бегать с катаной можешь бегать с двумя катанами можешь короче ты можешь все но только не играть в это со стабильными фпс ами потому что вся игра это один огромный босс для твоего пк потому что тут есть вайфу мобы гринд и все чё угодно но оптимизации оптимизации оптимизация не справилась этим прекрасным миром и выбирала наверное первой в этой игре и напоследок чё стоит сказать подпишись на мотилегу вот что стоит сказать и есть вот дом 2 построить свою любовь ну а это вся игра это элден лего на гринь свою инбу и думаю вы знаете что сейчас происходит на ютабе если кто-то хочет поддержать оставшегося бомжа без и без того кромешной монетизации можете не дать канала помереть подержав на бусте ссылка будет в описании тем спасибо за просмотр и услышимся